Важаемые друзья, мы осуществляем свою деятельность исключительно на общественных началах, без какой-либо финансовой поддержки. Вы можете существенно помочь нашему контактерско-уфологическому проекту «Кассиопия», перечисляя нам по мере возможности помощь в виде дара по сердцу. Если вы считаете, что наша деятельность важна и полезна для общества, то вы можете помочь проекту любой свободной суммой. А интересно, вот Ортопоним, так как он общается, наверное, и знает плотно материальные цивилизации, ну как в любом случае, ему приходилось сталкиваться с теми цивилизациями, которые, ну скажем так, в связи со своей техническим развитием и не очень высоким, может быть, духовным, и вот этой дисбалансом, они привели планету к катастрофе планетарной. Есть ли у него такая информация? Он говорит, да, есть такие во Вселенной и не только в нашей галактике. Такие технократические цивилизации существуют, которые выбрали путь только технократического развития. То есть они приходят... Многие сидят на одном уровне, но при этом у них развитие технологическое идет. Так и такое есть тоже явление. Но, как правило, это со временем приводит, даже если не к искусственной гибели, как он говорит, то к естественной гибели. То есть все равно путь развития такой цивилизации приводится в тупик в один раз. Ну понятно, да. Но он знает такие случаи, когда цивилизация погибала из-за такого дисбаланса? Да, говорит. Ну он же мне написал, да, я знаю, говорит. А были цивилизации, которые из-за агрессии в боевых действиях тоже уничтожили свою цивилизацию? Или большую часть? Ну, с применением ядерного оружия, может быть, или каких-то других видов большой поражающей мощности, скажем так. Он говорит, да, в нашей галактике даже была такая цивилизация. В которой был планетарный военный конфликт и самоуничтожение, да? И все, закончилось. Да. Понятно. А такой вопрос, если цивилизация, скажем так, идет к самоуничтожению, то есть вот этот дисбаланс, какие-то галактические силы, они предлагают помощь или, как правило, никто особо, как с его точки зрения? Ну, он говорит, что, ну, вот даже сейчас информация пришла, у некоторых даже темных, ну, если так назвать, да, по-нашему, темных цивилизаций, или там цивилизаций, выбравших путь технократического только развития, у них также есть свои альянсы, можно сказать, которые друг с другом договариваются. Как правило, более светлые цивилизации стараются с ними не конфликтовать, да, если они сами, грубо говоря, не начинают, и во многих даже случаях могут и помощь предложить, да, там, какую-то альтернативу найти, чтобы... Чтобы они не исчезли полностью, да? Да, но если они отказываются, да, но чаще всего так происходит, потому что они считают, что у них свой путь и свое развитие, да, они выбрали этот путь. Но они там могут договариваться между своими какими-то альянсами, опять же таки, вот, подобного уровня. Также существуют, говорит, во Вселенной темные альянсы, если так их можно назвать. А темные альянсы, это, наверное, считают все цивилизации, у которых внутри тоталитарный тип, тоталитарный режим, да, какой-то? Да, технократический тоталитарный, вот, какой-то. То есть это подавление воли, там, руководят конкретные люди и всех подавляют эти цивилизации, да? Да. У нас в Галактике есть такие же цивилизации, тоталитарного плана? У нас в Галактике есть такие? Он говорит, да, их сколько примерно? Он говорит, да, есть три такие цивилизации у нас в Галактике, которые тоталитарного типа, ну, вот, именно технократические такие. Они могут и, как бы, и военный конфликт, то есть, затеять, от которых можно ждать опасности. На межзвездном уровне даже могут затеять, да, что-то? Да. А что он скажет, что за форма существ? Это с рептилиями что-то свяжено? Он говорит, не только рептилии. Ну, не все рептилии, как бы, тоже относятся к этому альянсу. То есть, вот, такая анимация еще идет. Про империю драку он слышал что-то? Какое-то есть драконианское содружество, тоталитарное достаточно. Он говорит, да, есть такая, да, она именно тут к ним и относится. Но там находится не только рептилоидного типа. Ну, я понимаю. В империю драку исходят еще какие-то и другие цивилизации. Гибридные, возможно. Да-да-да, все правильно. И сектоидного типа там что-то подобное. Все верно. И есть гуманоидно-эссектоидного, что-то такое вот, ну, среднее. Но объединяются они по типу того, что у всех тоталитарный режим присутствует. Да, у них своя строгая закономерность, тоталитарный режим. Но для них это как бы не есть плохо, да. Потому что для их типа сущностей, да, именно такой тип развития и подходит. Потому что у них даже геном-то, знаете, тоже, как вам сказать, вот с информацией идет. То есть такие цивилизации из-за своего генома… Я понимаю, ДНК создает предпосылки к такому развитию, да? Да, да, да. То есть они не могут слишком… Они тоже для чего-то нужны, грубо говоря, здесь. Тоже для каких-то взаимоотношений, так скажем. Ну, я понимаю. Все по воле, абсолютно. То есть если они есть, значит так надо кому-то. А есть вот, согласно его мнению, есть основания полагать, что вообще рептильная ДНК, она способствует вот такому агрессивному поведению? Или нельзя, в принципе, так сказать? Ну, это, говорит, не только зависит от, а именно только от ДНК, да? То есть это и от духовной составляющей зависит еще. Факт в том, что кто стоит во главе этих цивилизаций, да, какие сущности стоят, от этого тоже же многое зависит. Такой тип их тоталитарного мироустройства будет. То есть смотря кто стоит у них во главе правления. Вот так скажем. Понятно. А вот еще такой вопрос. Вот это альянс драконианцев. У меня есть информация, что у них также… С ними также сотрудничают низковибрационные цивилизации тонкоматериального плана. Такое может быть? Так как вот эти тяжелые энергии тоталитарные, это притягивают такие цивилизации. Имеете в виду тонкого плана, да? Да. С биологическим сотрудничают еще низковибрационные тонкого плана. Вот у меня такая информация была. Он говорит, многие цивилизации тонкого плана, именно вот такие низковибрационные, пришли из космоса к нам. Можете себе представить? Даже к нам они пришли сюда, тонкоматериальные цивилизации, темные. Ну да. Но у нас же их тоже тут много. Да. Но они пришли из космоса сюда. Прямая связь тут есть. Ну, они же притягиваются в соответствии с теми энергиями, которые в наосфере планеты, как я понимаю. Конечно. Понятно. А как он видит источник таких цивилизаций, вот именно тонкоматериального, темного плана? Что их порождает, скажем так? Они нужны же для чего-то в мироздании, получается? Для осенизации вот этих тяжелых энергий, да, в любом случае, функция? Нет. Да, естественно, для баланса они нужны. То есть, если представьте, мир, в котором вообще никогда ничего плохого и темного не будет. Ни с чем сравнить даже, да, грубо говоря. Нету темных энергий, нету противоборства, нет развития, получается. Угу. То есть, получается, что-то дается для развития. Это как толчок. И это тоже, они также созданы и Абсолютом. То есть, они также созданы. Ну, по крайней мере, они появились в соответствии с теми механизмами, алгоритмами, которые заложены в полетах, в любом случае. Да, конечно. Так, хорошо, тогда следующий вопрос, тогда будем двигаться. Значит, вот это прям прямой текст обращения, прямой текст этого вопроса, я просто зачитаю. Приветствую представителя цивилизации Ра. Наши предки-славяне поклонялись Солнцу. Как это делалось? Были ли особые молитвы или что-то другое? Может, ты знаешь, что славяне поклонялись Солнцу и цивилизации Ра? Ну, да, слышала. Ну, читала немного. Солнце. Ну, он, наверное, знаком с термином Ра, потому что это называли Свет, Солнце в древности, насколько я понимаю. Он говорит, ну, Солнце – это, вот смотрите, Солнце – это же источник энергии, света. Да, и Солнце – это тоже, как бы на тонком плане, это тоже есть сущность. Солнце – это тоже есть сущность, она имеет тоже свою разумную структуру, да. То есть, если умирает Солнце, происходит развоплощение сущности, грубо говоря, да. Ну, вы понимаете, о чём я, да? Если происходит, образуется звезда, происходит рождение сущности. Это сейчас он передаёт, да? Ну, да, у меня просто идёт сейчас информация, она просто уже подключилась, я уже не печатаю её. У меня информация идёт впереди печати. Так. Смотрите, таким образом славяне об этом знали, но они знали не только о разумности нашей звезды, да, то, что она источник, есть энергии, да. Они также знали о разумности нашей планеты, то есть, это тоже сущность, и о многом, о многом другом, да. То есть, они владели такой информацией, такими знаниями. Ну, мы имеем в виду древние славяне, которые, да, вот эти? Да, 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 древние цивилизации. Волохвые, там, ведическая вот эта цивилизация ещё была. Да, и Солнце они, да, воспринимали не только как, естественно, источник просто энергии, да, естественно, они воспринимали как разумное существо, да, ну, или как божество, которое даёт свет и питает энергией всё живое. То есть, вот так они это воспринимали. То есть, они не просто как бы поклонялись Солнцу, да, они именно как сущности поклонялись. Ну, то есть, получается, вот той славянской древней цивилизации, которая ведической, можно сказать, у них было гораздо больше знаний, чем сейчас вот у славянских вот таких народов, да, получается? Ну, можно сказать, что да, можно сказать, что да. То есть, они знали многие энергетические, они владели многими энергетическими процессами, понимание у них было, понимаете, у нас многие сейчас нет понимания этих процессов. Но они взаимодействовали с плазмоидами Солнца, да, цивилизациями Солнца напрямую? Взаимодействовали с плазмоидами, да, взаимодействовали. И с плазмоидами Земли взаимодействовали, и многих они называли богами, богами стихии каких-то. То есть это и есть именно те сущности, те плазмоиды, которые именно отвечают за ту или иную стихию. А ортопониму сколько сейчас лет? Он говорил, не говорил, я не помню. Много вопросов было. Четыре миллиона, он говорил. Ему четыре миллиона сейчас? Да, четыре миллиона, но что-то четыре и много нулей тут, сколько получается. Но он сам лично-то застал тот период, когда еще у нас славяне были вот эти древние, волхвы там и так далее, которые общались. Да, я, говорит, был уже. То есть ты, получается, с нами тоже общался с этими жрецами, волхвами славянскими, да? Был такой у тебя? Лично он говорит нет, у него не было таких задач. Но в его цивилизации есть такие существа? А все вот эти магические там разные экстрасенсорные способности, это помощь в любом случае вот этих цивилизаций тоже была в Солнце, да? Разные вот эти воздействия и прочее энергетические, как описано в некоторых случаях. Не только от цивилизации Солнца. Вообще, ну как и сейчас, сколько контактеров, столько и цивилизаций, да, можно нарыть. То есть каждый контактер с какой-то сущностью общается, осознанно или неосознанно. Так и раньше было. Только люди понимали суть этих вещей, да, и как бы поклонялись многие, да, может быть, как немного примитивно, да? Там во многих древних цивилизациях, там, знаете, тотемы какие-то есть, да, к божествам и так далее. То есть они все равно как бы знали эти процессы. А у нас сейчас это просто на другой уровень пришло. А вот интересно его мнение послушать. Есть у нас такая точка зрения, что христианство, которое принесли как бы вот славянское сообщество, ну, наручь, оно как бы сыграло в этом плане злую шутку, то есть были потеряны знания вот эти этические, то есть негативную роль сыграло христианство. Как он считает его мнение? Ну, те знания, он говорит, частично уже были утеряны, но они все равно есть в таком, как можно сказать, в узких кругах, так скажем, да. То есть эти знания с конца утеряны, но они сохранились не полностью. И вообще он говорит, даже вот то, что в Египте, вот про Египет он начал говорить что-то, что там тоже же было поклонение Богу Ра, да? Да, да, да. Это тоже солнечные цивилизации, да, с ними связано? Да, да, то есть они тоже об этом знали, что славяне, то есть что в Египте были похожи, ну, то есть как бы не прям полностью, да, но они тоже имели связь с этими цивилизациями. Ну, понятно. То есть в Египте тогда тоже были определенные мастера, там, жрецы, которые понимали вот эти все процессы, да, понимали вот существование тёмных миров и так далее. И существование тёмных миров также они знали именно об этом. Там книга мёртвых у них там вот, да, есть, тоже они общались и с тёмными мирами подземными. Тоже интересный, наверное, совет будет ортопониума. Как, по мнению ортопониума, можно повышать свои вибрации, особенно в сложных жизненных ситуациях, которые выбивают, видимо, из вот этих высоких... Он говорит, необходимо именно внутренне сохранять баланс и спокойствие, то есть от эмоций очень сильно зависит уровень вибраций. Эмоция плохая, энергии, на энергии напрямую влияет, да, энергии вибраций падают и, соответственно, но это даже не только ортопониума, это уже я даже сейчас говорю, да, и исходя вот из своего опыта, эмоции, даже когда перенервничаешь или, ну, сами знаете, там, позлишься, перенервничаешь, начинает голова болеть, да, не замечали? Даже на физическое состояние влияет. Это о чём говорить? Это значит, что уровень вибраций упал и энергии, и нехватка сразу, сразу нехватка энергии, из-за этого начинает голова болеть, какое-то состояние такое нехорошее. Именно внутренне нужно состоять, эмоционально. То есть нужно научиться спокойно воспринимать философские многие вещи, да? Да, можно сказать, что философские. Философские и принимать это как опыт, да? То есть опыт, да, конечно, некоторые вещи принять как опыт. Не делить на позитив-негатив, а просто на опыт, который тоже нужен как бы пройти. А просто на опыт, это именно внутреннее. Но и существуют ещё и практики, которые могут искусственно поднять вибрации, да? То есть не только внутреннее. Но внутреннее лучше всего поднимать. То есть жить правильно, да? А не изряд же ведь наш испокон веков идёт там какие-то десять заповедей, да? Те же самые, что и Библия. Это для чего дано? Чтобы человек не понижал слишком сильно свои энергии своими поступками, действиями, именно внутренним состоянием. Вот. И, ну, естественно, сейчас уже появились и искусственные практики, которые позволяют поднять уровень вибрации. Наверное, те же самые медитации, например. Ну, по крайней мере, которые позволяют сохранять эмоциональное спокойствие, да? И не выводиться на всякие места. Да, да, да. Прогулки там на природе те же самые. Вот природа именно. Кто-то любит там. Я вот, например, люблю водоёмы. Меня очень сильно заряжают водоёмы. Я люблю находиться возле воды, сразу поднять энергии и чувствую себя лучше намного. То есть каждый может сам для себя выбрать, что для него, да? Что для него лучше. Кто-то там зимние прогулки какие-то любит, там вид спорта какой-то и так далее. То есть то, что сейчас Ника сказала, ортопониум солидарен, да? С этой информацией. Ну, мы с ним на эту тему уже общались, Максим. По поводу поднятия вибраций. Поэтому я передаю именно ту информацию, которую он мне до этого говорил. Мы с ним много по поводу этого общались. По поводу эмоционального уровня и уровня энергии, и вибраций. Это мы уже с ним всё прошли, так скажем. Ну, то есть получается в фундаменте состоит вот этот самоконтроль, да? И свой собственный эмоциональный, который не даёт. Да, конечно. Тогда следующий вопрос. Контроль и принятие. Ну, понятно. Принятие тоже необходимый элемент, потому что если ты сопротивляешься, ты же не принимаешь, и начинается тоже негатив, соответственно. Конечно. А если ты спокойно говоришь, ну вот так случилось, что, будем дальше с этим, ну, понимаешь, да? Нормально, спокойно. Будем разбирать ситуацию, я говорю. Да. Потому что она же тоже не случайно это всё образовалась. Конечно. А значит, вопрос такой. Как призвать или услышать своих кураторов? Может ли что-то, ортопоним, советовать? Вот он сейчас говорит, иногда это происходит спонтанно. То есть иногда человек ничего не ждёт, а кураторы сами в какой-то момент, да? Ну, когда приходит момент, видимо, какой-то уровень развития пройден, да? И вот такой приходит момент. А иногда этого нужно добиваться, то есть самому человеку. То есть, ну, знаете, наверное, такие ситуации, что не раз, наверное, слышали, может, от контактёров или чего, ну, или от кого-то. Вы, наверное, общаетесь в этих кругах, что на кого-то внезапно вышли. То есть они не ждали, и вообще это нежданно произошло, негаданно, да? Да, есть такое. Ну, и вот это произошло тоже в мои 17 лет, да? Я не ждала вообще этого, то есть я не знала. Короче, получается иногда такая ситуация, что некий мистический опыт переживает, и человек начинает думать, что это произошло с ним и так далее. Да, и он тогда начинает об этом задумываться, ну, и уже потихонечку копать, и потихонечку идти к этому, у него проявляется интерес, это как у меня произошло. У него проявляется интерес к этим вещам постепенно, и он всё-таки выходит на них, да? Иногда этого не происходит. Человек заглушает себе это своим неверием и так далее, и у него это, ну, естественно, всё заглушается, и он не выходит на связь ни с кем, так может прожить всю жизнь. А иногда... Это как говорят, как повезёт или не повезёт, да? Да, это как повезёт или не повезёт. А можно, то есть, опять же, путём стремления, развития и практиками тоже достичь этого искусственно, то есть, как бы стремиться к этому, то есть, без мистического опыта, самостоятельно, просто постепенно. Ну, понятно, работая над собственной энергетикой, и в какой-то момент получить сигнал уже чёткий такой, да, скажем так? Да, ну, как правило, это происходит, если так сказать, с пинка. Ну, понятно. То есть, вот пинок какой-то был или мистический опыт, и человек такой раз сразу задумался, а что это было? Может быть, стоит об этом задуматься, и до чего это вообще? И правда ли это? И вот это как толчок у него происходит. Таким образом. То есть, ну, получается, в любом случае надо будет поработать над собой, если человек самонаправленно хочет иметь канал такой чистый, да, достаточно, с куратором. Да, конечно. В первую очередь, вообще, вот как я считаю, даже не ортопоним, а я считаю. Ну, вы же с ним говорили на эту тему, наверное. Да, мы разговаривали. С высшим я сначала. Потом уже присоединяются и кураторы, и всё сначала с высшим я. Научитесь общаться с высшим я, да, то и кураторы сами по себе присоединятся, так скажем. Но у меня, конечно, произошло не так, но у меня был мистический опыт. То есть, я говорила вам уже, у меня произошло не так. Я потом уже узнала позже о том, что существуют наставники, кураторы, и про высшее я гораздо позже я узнала, чем мистический опыт у меня произошёл. Но если вы хотите начать самостоятельно развивать эти, то надо с высшего я начать. Ну, понятно. Ну, так, следующий, значит, вопрос, тогда будем двигаться, да. Вопрос такой интересный, может быть, ортопоним и не ответит на него, но мы спросим. Можете ли вы определить физические размеры планеты, расстояние между ними в наших мерах длины? Если да, то каковы реальные размеры Солнца, Земли, Луны, Сатурна и расстояние от них до Солнца? Это, видимо, человек, который сомневается в научных данных официальных, поэтому решил. Ну да, почему? Странно. Всё ли так, как у нас в науке? Действительно, такие размеры у планет. Земля – это 11 тысяч километров диаметром. Солнце там, я не помню, сколько оно. Сейчас пишет, у Земли диаметр. Он обладает таким данным. А, ну давайте, давайте, спросим. Он говорит, у Земли диаметр 13 тысяч. Ага, чуть больше всё-таки, чем официально. Да. Так, Солнце сколько диаметра по-нашему? О, а что-то как-то много. Что, правда, что ли? Так, у Солнца 28 и 6 нолей. Это что? 28? Миллионов, что ли? Да. Посмотрим. Ну, не знаю я. Так, у… 28 миллионов, получается, да, он написал? Ну, получается, что так, да. У Юпитера. Кого там спрашивали? У кого? У Юпитера или у кого? У Сатурна ещё. А. А как вообще у нас учёные мерят это? Я не знаю, какая у них там мера длины. Как они так это всё мерят? Мне кажется, это нереально измерить. Вот живя на планете, как-то измерите диаметр. Не, ну, меряют по, как сказать, по разным геометрическим в основном и сопоставляют с какими-то радиационными моментами. То есть, они же излучают энергию Солнца. Вот. Потом механика есть, это небесная механика так называемая. То есть, есть определённые формулы, по которым… Конечно, конкретно никто, как бы, вот там строго не вычислял, прям с линейкой не ходил. Ну, да. Так, а у кого ещё? Так, ну, мне кажется, что-то он написал. 28 миллионов Солнца – это как-то многовато. Да? Может, они как-то по-другому мерят? Нет, ну, как сказал, так и сказал. Мы потом проверим. Я просто, у меня сейчас это не открывает страницу, я хотел посмотреть, не помню. Ну, давай спросим Сатурн, допустим, Марс. Вот такие основные планеты. У Сатурна. Так, вот у Юпитера, вот он говорит сейчас. Угу. Он говорит, у Юпитера около, ну, он примерно говорит, где-то 40-45 тысяч у Юпитера. Так. 40-45 тысяч километров. Да. Диаметр. У нас 13, у него получается, ну, поболее, да, получается. Так, еще у кого? У Сатурна точно не скажет. Марс, можно спросить, или Венера еще для полного комплекта, скажем так. Марс, 15. 15 тысяч километров. Да. Венера. 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 Венера около 17, говорит. Хорошо, а тогда еще вот вопрос, примерно размеры мы, это мы пересмотрим, я просто, у меня сейчас это не открывается, не буду смотреть. Значит, вопрос. Расстояние от Земли до Солнца, давайте вот еще, если он знает. Или, может быть, не обладательная информация. Километров. Ну, в среднем, может быть, понятно, что мы перемещаемся постоянно. У меня сейчас телефон сядет. Ну, а заканчивать тогда? Он говорит, где-то примерно 16 миллионов километров. 16 миллионов от Земли до Солнца, да? Да, да, да. Понятно. Субтитры подогнал «Симон»!